Олег, ты что ли? Я сейчас начал обрезал. Только с тобой сегодня я еще не разговаривал. А я только зашел, ты вообще первый собеседник у меня. А вот видишь? Вижу. Звезды сошлись. Ну да. Ты еще не раздраконенный. Не, еще не это должен быть. Сейчас я тебя раздраконю, подожди. Тебя же надо подготовить. Понял. Тебя очень перевольно чувствуешь. Я, если честно, привык к антуражу, когда с тобой разговариваешь к другому, поэтому я честно признаюсь, я тебя даже не узнал. Ну ладно, ладно, я же не девочка, и ты не мальчик. Нет, я говорю как есть. Я более того скажу, я тебя по голосу узнал, когда ты сказал, о, плюшевый мишка меня аж попутало, потому что я слышу голос знакомый, и меня еще назвали, а я тебя не узнал. Тебе понравилось? Да почему мне должно было что-то, понравится или не понравится? Ну ладно. Так о чем начал? А, ты пошутить пытался. Да и о чем сегодня можно общаться? Я с тобою, я только могу пытаться шутить. С тобой шутить невозможно, с тобой можно только пытаться. Ну, извини, перебил. Да не, ничего страшного. Я на самом деле не склонен ни шутить, наверное, ни ругаться, не хотелось бы. А пообщаться по душам, если получится с кем-нибудь, я вполне за. Ну, со мной по душам ты, конечно, можешь пообщаться. Но ты так коварно улыбаешься, намекаю на то, что по душам не будет, да? Нет, с тобой, да, но я тебя за душу. Ты же сказал по душам, наверное, по душам, по душам. Но я тебя за душу. Ладно, не, реально о чем хотел поговорить? Не знаю, как осуждаешь вообще теракт, кстати. Слушай, вот самый дебильный вопрос. Дебильный, но тем не менее. Ну, я думал, хоть ты умный, ну что ж ты опускаешься? Естественно, против. Вопрос другой. Надо вопрос задавать по-другому. Не осуждаешь, не осуждаешь. А кто, как, почему? Нет, не согласен. Вот хочешь, я поясню сразу, почему не согласен? Кто, как, почему? А как, откуда простой человек в рулетке, если, конечно, ты не соучастник, может знать, кто, как и почему? Мы сейчас все одинаково смотрим новости. Новости. Да, могут быть трактовки событий, и тем не менее, мы все одинаково смотрим. Вот смотри, взяли и скинули ядерную бомбу на Хиросиму, да? Да. Вне зависимости от того, что Япония творила чудеса еще веселее, чем Германия. Но весь мир осудил. Потому что было, как оказалось на тот момент, я имею в виду, акт агрессии, и скинули бомбу. Это было сделано неправильно. Потом разобрались и прочее. Тоже сейчас-то. Не понял заявление, так, весь мир осудил кого, Японию или Америку? Америку, конечно, Америку, да. А сейчас, как японцы осуждают Америку? Слушай, я тебе говорю на тот момент, на момент взрыва, да? А сейчас они, самое интересное, сейчас они оккупированная страна, и даже не знают, кто их бомбил. Подожди, ты сейчас уходишь в сторону, я тебе сказал, бомбу скинули, осудили все, да, вне зависимости. Была Япония тогда агрессором участвовала, в войне не участвовала. Был момент сбрасывания бомбы. Потом история уже там начала делать свои какие-то коррективы и прочее. Сейчас произошел теракт в Крокусе. Если ты помнишь, был такой же теракт, похожий, ну, меньшего масштаба, естественно, это был в Норд-Осте. Ты же не москвич? Можно, можно, все-таки я вот вернусь в ненадолго, потому что у меня нет возможности, а потом мы уйдем. Если проводить аналогию с Японией, считаешь ли ты атаку на города Хиросима и Нагасаки, две атаки, хочу заметить, это не одноразовая акция, это было две атаки, считаешь ли ты их терактом? На тот момент, когда это было происходило, да, сейчас говорят... Сейчас ты не считаешь их терактом. Сейчас, сейчас, историки, еще раз повторю, я ж не жил в то время, я ж жил в Советском Союзе. И навсегда рассказывают, что это да. То есть, получается, по логике твоего ответа, виноват Советский Союз, что ты считал этот терактом? Нет, 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 подожди, подожди, ты уплываешь куда-то в сторону. Во-первых, мы начали с любой закройку сети. Ну, вообще, ну, не, ну, так ты сам привел аналогию в Японию. Пример, подожди, я тебе привел в пример Японию, что тот же момент, вот, когда скинулись бомбы, да, это считалось терактом на тот момент. А считалось ли это терактом? И как можно... Тогда, а почему терактом, а не терактом? Это два теракта тогда. Конечно, ну, мы объединим и скажем, что это было терактом. Нет, не надо объединять, это два... Ну, мы же не объединяем все события, когда касаются боевых действий в других странах. Подожди, я... Это было два, это было две, вот, единый... Подожди, ну, что ж ты терактишь-то. Я не помню, с какой периодичностью были сброшены бомбы. Около, по-моему, девяти дней, ну, или недели, что-то такое, я на помню, да. Естественно, весь мир это дело осудил. Естественно, точно так же осуждает и все теракты, которые происходят на территории любой страны. Понимаешь, да? Да? Естественно, весь мир будет осуждать. Неважно, какая это будет страна, Африка, континент Африка, или там Евразия, или еще что-то. У меня знаешь, где возмущение в этом месте? Да, я расскажу. Ты же меня перебиваешь. Да, я расскажу. Значит, это теракт, потому что он был произведен против мирных жителей, которые пришли на концерт. Я про Японию сейчас, про аналогию с Японией. В Японии то же самое. Были мирные города. О Японии я сейчас тебе отвечу. Мы на этом закончим и пойдем дальше продолжать беседу, с твоего позволения, о Куркусе. На Японию точно так же были сброшены бомбы, как ты говоришь, с периодичностью. Это тоже были, как ты говоришь, те акты. Но они были сделаны, кстати, в условиях военных действий одной страны против другой. Потому что Япония находилась в состоянии войны, и Америка находилась в состоянии войны против. Поэтому это, скажем так, я виноват в том, что я немножечко неправильно привел пример. Значит... О, я это и хотел сказать. Ну, как бы ты стоял. Можно я все-таки вставку сделаю? Подожди. Хочу обратить твое внимание, что это была война. Подожди. Ну, там конкретно Америка кинула бомбы. То есть страна, которая находилась в состоянии войны с Японией, кинула бомбы на Японию. Это хотя бы можно как-то объяснить. Сброс бомб на самом деле, исторически я тебе потом расскажу. Но, тем не менее. А здесь, а здесь, то, что происходит в Куркусе. Давай вернемся к Куркусу и оставим Японию в покое, Господь с ней. В том, что на территории Москвы, которая не находится ни с кем в состоянии войны, по вашим же правилам, правильно? Происходит терракт. Заходят какие-то неизвестные... Это чистый, чистый, стопроцентный террористический акт. То есть заходят какие-то люди. Я понимаю, зашли бы там, блин, африканцы и сказали, там, ИГИЛ, мы там, ИГИЛ, и пошли громить их. Неважно. Между прочим, многие организации, которые в мире называют, представляют, как террористические, выступили с осуждением. И причем не в последнем числе. То, что я слышал, допустим, ИГИЛ на своем официальном сайте, потом сказали, что это фейк. Он сказал, что это мы, еще что-то. Но, тем не менее, зашли люди. Фейк, фейк. Ну, Господь с ним. Ты же понимаешь, когда читаешь первые новости, там, в течение часов, наверное, восьми могут такого накидать. Вот. Но, тем не менее, зашли люди, побили, постреляли, потом подожгли, сожгли нахрен этот весь центр и ушли. Теперь вопрос. Первое. Значит, если ты не знаешь, я тебе расскажу, где находится Крокус. Я был в Крокусе. Что находится, если ехать в сторону, выше туда, с левой стороны Москва, справа. Понял, да? Я в выставочном центре. Но Крокус, вот этот, именно Крокус-холл тогда еще, по-моему, только вводился в эксплуатацию. Я как раз вот в эти годы, нулевые, где-то в седьмой, восьмой год, а он в девятом был введен. Но сам Крокус, где вот за МКАДом, по ту сторону МКАДа, то есть на вот этой парковке, вот этот холл, у них, по-моему, даже холлы похожие. Вот в те годы я там бывал. Смотри, если ехать со стороны Красногорска в сторону Крылатского, по МКАДу, то с правой стороны находится Крокус, с левой стороны Москва. Понимаешь, да, по МКАДу едешь? Да. Потом идет Твой дом, это все Агаларову принадлежит. Потом идет, это, кстати, первый, который он построил, Твой дом, потом он уже Крокус построил. Потом чуть выше находится правительство Московской области, потом выше находится еще областной суд московский. Могу ошибаться с местоположением, но, тем не менее, напротив находится база ОМОНа Московской области. Вот происходит такая тема, люди заходят с оружием, стреляют, посмотри по хронологии, когда туда первые силовики приехали. Это первое. Второе, значит, они оттуда уехали. Это учитывая, что в Москве 220 тысяч камер, по-моему, да, еще следование. То есть, как это все было допущено? Я вот о чем говорю. Я же не говорю, кто это сделал, я говорю сейчас о работе силовых структур. То есть, зашли какие-то пацаны, замочили 80 человек с автоматов, ну, не 80, там 40 сначала было, да, потом все это дело подожгли. Там под обломками с пожаром, с хренаром еще погибло. 13 тысяч выгорело. Они уехали на этой какой-то там непонятной машине, доехали 450 километров чуть ли не до Брянска, и только там их якобы поймали. Мне это очень так, знаешь, смешно на это смотреть. Поэтому сейчас обсуждать вот эти... Я вообще, если честно, не уверен, что уместно говорить фразу «смешно» с этими событиями, если честно. Извини, я про работу органов. Поэтому это все так настолько все... Про работу органов? ...непонятно, очень непонятно. Ну, будем посмотреть, будем посмотреть. Ну, я, смотри, я старался, мол, ты мне сделал там в начале раз или два замечания, что я тебя перебиваю, я молчал, как видишь. Хочу тогда высказаться по всему кругу в тобой сказанного. Во-первых, да, ты немножко некорректно сравнил ситуацию с Японией. Видимо, потом об этом пожарил, как я понял. Ну, действительно, во-первых, это была не разовая атака, это было две атаки. Почему-то очень часто в мире ошибочно говорят, что всего раз против человечества использовали ядерное оружие. И говорят о Хиросиме и Нагасаке на самом деле не раз, а два. И более того, да, с одной стороны была война между Японией и Америкой в тот момент. Но хочу обратить внимание, что бомбу кинули не на японский флот, не на военную базу, а бомбу кинули. И первый, и второй раз... Вы так разговаривали. Нет, я же тебя не перебивал, теперь ты меня, пожалуйста, не перебивай. Я сейчас свернусь, я просто ремарку сделаю, ответ на твою, и пойду туда. А бомбы были брошены не на военные части, базы, а именно на мирные города. Соответственно, всё-таки это очень неприятный с исторической точки зрения поступок. И более того, такие вещи вообще, наверное, не должны иметь срока давности. И я хочу сказать, что... Ну, если вот сравнивать, я хочу сказать, что если кто-то это считал терактом, неважно, где он воспитывался, то этот теракт там останется. Он не может быть переформулирован, потому что... Там не может быть, потому что... Потому что испарили за одну секунду, даже за долю секунды, несколько сот тысяч человек, и второй раз повторили то же самое. То есть полмиллиона погибло в две атаки, вот так. А потом ещё от радиации столько же. Вот. А теперь по поводу событий в Москве. Безусловно, мирный город. И убивали, не считая на возраст, на пол, и детей, и взрослых. Можно сказать, у себя дома. Это никак, ни к каким боевым действиям не может относиться, вне зависимости от состояния гражданского общества. Вот. Это стопроцентный теракт без каких-либо... Я сказал про действия силовых структур. Я опять же не закончил. Не начинай... По поводу действий силовых структур. Поскольку у нас не ведётся война, это гражданский объект, естественно, автоматчики не стоят на каждом повороте. Я понял. Вот. В автоматчике на каждом повороте у нас не стоят. Охрана, как я понимаю, была ликвидирована, которая на входе. Во-первых, она не вооружена автоматами. Вот. То есть, ну, если человек когда-нибудь держал в руках автомат, то он понимает, что такое автомат, что такое пистолет, и можно ли одно другому противопоставить. В принципе. А там вообще, скорее всего, у них, кроме дубинки или перцовки, ничего не было, если их было. Вот когда так. Поэтому тут без шансов. То, что ты говоришь, что кого-то там преследовали, не преследовали, а среди тысяч людей, в горящем здании, в перемешку с выбегающими людьми, когда ещё... Я желаю структур. Не надо мне рассказывать. Я говорил конкретно про действия силовых структур. Первое, что они не предотвратили саму... Хотя, насколько я... А ты представляешь, как они могли это предотвратить? Не надо, представляешь, не представляешь им за это деньги. Ну ты... Не, ну просто раз ты так говоришь, ты хотя бы... Надо мне рассказывать. КГБ в советское время работало настолько хорошо, а сейчас почему-то всё плохо работает. Поэтому не надо мне об этом рассказывать. Мы с тобой нормально беседуем. Вот. Это первое. Второе. Насколько я знаю, уже все интернет-каналы пестрят тем, что Америка предупреждала о том, что могут быть теракты. Но теперь... Хорошо. Отличная тема. Отличная тема. Это первое. Самое главное. Значит, служба ФСБ я тебе просто рассказываю. И не надо меня убеждать в обратном. Ну ты же не даёшь мне сказать. Смотри, я опять... Я вот, кстати, не сказал, что я закончил речь свою. Я тебе дал возможность выговориться. Потому что ты уходишь вот в слова блуде. А тут нету потому что. Вот мне тоже не понравилось, что ты пошёл в Японию. Однако я имел силу протерпеть. А потом ещё и прокомментировал. За Японию я перед тобой извинился и сказал, что не будем её сейчас обсуждать, как неуместно приведённый пример. Я тебе сразу сказал. Хотя можем потом отдельно поговорить. Я сейчас говорю о том, что силовые структуры города Москвы, в данном случае Московской области и страны, просто просрали то, что там случился теракт. Всё. И не надо мне объяснять. Большой город, небольшой город. Это их работа. Давай я скажу. Обязаны это были сделать. И то, что они приехали с таким временным интервалом, это второй вопрос. Всё. На этом дальше ты можешь рассказывать. Я тебя выслушаю интеллигентно. Давай. Отлично. Значит, по поводу... Сейчас. По поводу силовых структур. Во-первых, в момент, когда они прибывали, а, выбегали люди, б, горело здание. Действовать приходилось в этих условиях как по поводу помощи эвакуации, так и отделить людей от непосредственно террористов. Это довольно-таки сложная задача. И судить объективно мы сейчас не можем. Просто по тем роликам, которые преимущественно были сделаны, вот не знаю, я сколько не смотрел, но в основном откуда мы видим? С зала, где была стрельба, с коридора, где была стрельба. Ну, с разными этапами. Но, в принципе, людей, кстати, в холе, когда, ну, кого-то поубивали, было много трупов, кто-то выбежал. Вот. А дальше творился хаос, задымление. Более того, даже через несколько часов после того, как это всё происходило, были сообщения о том, что в здании ещё работали спецназовцы вместе с МЧСом. Более того, тушился пожар, уже объявляли в 3-4 ночи, что потушили, снова видели огонь или задымление. То есть, фактически боролись до утра. Поэтому в этих условиях, в этих условиях и даже не могли установить точное число людей, потому что, посчитать, ну, кто-то заперся в туалете, кто-то побежал в неизвестном направлении. Критиковать можно всё что угодно и сколько угодно. Сейчас мы объективно судить пока не можем первые сутки, потому что не нарисована полная картина для того, чтобы говорить. Объективно говоря, это просто невозможно. Я тебе помогу. Я могу. Я могу. Я могу. Я могу. Я могу. Я могу. Ну, честно говоря, мне нужно торопить. Я сейчас закончу, и ты скажешь, я же тебя не торопил в спину. Я спросил, извини. Угу. Вот. Ну, ну, скажи, что ты хотел. Не, не, говори, говори. Я тогда спокойно тебе отвечу на твои все. А, хорошо. Тогда я прокомментирую по поводу Америки. Ты сказал о том, что они предупреждали, они знали. Я также хочу отметить, что тогда произошел теракт, когда еще в разгаре все события было, они сделали, то есть еще не поймали злоумышленников, еще не было информации о том, вообще в здании они или выбежали. Еще ничего не было известно вообще о них, как были заявления сделаны о том, что эта Украина не причастна. Тогда, внимание, вопрос. Если американцы знали о теракте, делают такое заявление, значит, они знали кто, значит, они могли на него повлиять, предотвратить. Нет, я догадываюсь, что они могли отследить по платежам, допустим, по каким-то еще действиям, которые им доступны. Ну, в первую очередь, я думаю, это платежные системы. Если так подумать, деньги, кстати, один из задержанных показания давал, что ему переводилась какая-то сумма, то ли полмиллиона рублей, то ли что-то такое. Соответственно, если это платежная система была там, виза, мастер-карта или что-то такое, то... Он сказал, карта мир. Карта мир сказал, да? Ну, тогда тем более вопрос к американцам, как они это отследили. Вот. Но факт... Человека поймали, он сказал... Я сейчас... Подожди, я сейчас отвечаю на твой тезис про Америку, а ты говоришь, при чем здесь американцев. Я на этом акцентирую внимание. То, что если они знали, как ты говоришь, предупредили русских, во-первых, возникает вопрос, в какой степени предупредили? Предупредили, сказали, что у вас будет когда-нибудь теракт или предупредили, сказав о том, кто и где это сделает? Понимаешь? Это разная вещь. Вещь абсолютно. А второе. Раз они утверждали раньше времени, что это не Украина, значит, у них были основания на это сделать. Правильно? Ну, на государственном уровне, когда делаются такие заявления. А если это так, значит, они знали больше, чем просто, чтобы совершиться теракт. У вас они сделали такие заявления. И тут возникает вопрос, а давали ли они такую информацию российским спецслужбам? Мы с тобой разговаривали о действиях российских спецслужб. Ну, смотри, ты сам себе противоречишь. Я не противоречу себе от слова совсем. Но хочешь, я покажу твоё противоречие более конкретно? Ты сейчас, ты сейчас... Ты указал на то, что американцы знали и дали нам подсказку. Ну, то есть, они хорошие, они... то, что я знаю, то, что я читал в интернете, не более того. Первое. Второе. Значит, как работают спецслужбы? Чтоб ты понимал. Ну, расскажи, как с тобой они работают. Зависит... Почему-нибудь со мной. Вне зависимости... Это рассказывает и хочешь слушать, хочешь нет. Вне зависимости от источника информации, неважно, американцы, не американцы, поступает информация в службу, они начинают это отрабатывать. А из какого источника это поступает, это неважно. Поэтому надо сейчас здесь Америку притягивать за уши. Это вы должны были, в России, принять к сведению, сказать спасибо, что они вам на это указали. Заявление. Вот все бы хорошо, если бы не одно но. Заявление о том, что это не Украина. Ну, подожди. Ну, подожди. Причем здесь это? Ну, сейчас вы с пальца можете высосать любую хрень. Ну, это же заявление было. Я не пытаюсь указать на Украину. Я просто констатирую факт. Я говорю о другом. Я констатирую факт другого, что в России, в Москве, в самом крупном хобби, где 6,5 тысяч зал произошел теракт. И спецслужбы вне зависимости от того, получили они со стороны какого-то стороннего государства или источника информации, или не получили. они там на Лубянке, на Фрунзенской и везде сидят для того, чтобы обеспечивать твою мать, блин, твой в первую очередь спокойный сон. А они не могут этого сделать. А потом мы сейчас с тобой здесь сидим и высасываем из пальца, вернее, ты мне из пальца. Хорошо, а у тебя есть информация о том, что они сообщили? Не перебивай меня. И сидим здесь, и я слушаю тебя, как ты высасываешь из пальца, а вот это, а вот это, а вот это. У них, блин, это работа такая, они обязаны это делать. Если он, сука, не смог, да, есть причины, да, не смогли, да, там так случилось, да, так случилось. согласен с тобой полностью, не все возможно. Ни хрена я не обсуждаю. Я рассказал, как они работали, хреново, когда произошло все это. Второй, я сказал, кто из них ответит из генералов, блин, за то, что произошло в Москве. И я думаю, что куча твоих же подписчиков точно так же меня поддерживает. Потому что, блядь, должен этот, сука, генерал, этот Колокольцев там начальник всей Руси полиции и этот, блин, второй, который ФСБ, они, сука, должны за это отвечать. Если они ни хрена за это не отвечают и если они не идут в отставку и если их не посадят, то грош цена дальше силовым структурам. Вот я о чем тебе хочу. А это ты решаешь? Это нормально. Они обучают. Нет, а ты это решаешь. Нормально, чтобы это решал иммигрант наш? С чего это? Все. Но с чего это решают иммигранты? Во всем мире, если в случае... Но ты реально себе такую роль взял, ты знаешь, должны быть факты. Давай говорите, мы же по фактам говорим. Нет, нет, но ты сделаешь... Два человека, так, я закончу... Смотри, ты не хочешь, чтобы я говорил просто, да? Я хочу закончить, потому что мы сливаемся в некую такую вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да я стараюсь тебя не перевивать об этом внимание. А я просто хотел сказать, что люди, которые отвечают за безопасность страны в лице двух этих там маршалов, генералов там и прочее, которые начальник полиции всей Руси и начальник ФСБ, они должны за это ответить. Все. Если они за это не ответят, грош цена вашей всей безопасности и грош цена вашей всей системы. Все. А кто это осудил? Я ушел. Извини. Субтитры создавал DimaTorzok